здравствуйте друзья у нас в студии секретный гость запись наша секретная вы услышите только голос все что вы увидите не имеет отношения к голосу вот но я-то вижу как раз но вам вам показывать мы не будем но голос представляйтесь всем привет меня зовут лана мы ведем блог про политическое убежище и в основном концентрируемся на теме политического убежища для лгбт но информации настолько много что полезно будет абсолютно для всех так подождите лана это светлана или как-то еще просто лана просто лана так понимаем секретная такая лана значит вы лана откуда родом или это секрет нет нет а питерские они окей то есть почти европейцы можно сказать так хорошо так вас вас много а мы с женой мы вдвоем подавались на политическое убежище и ведем блок но в основном веду я начинали мы вдвоем а сейчас но вы мне только в skype сбросите ссылочку на блок чтобы я ребятам дал знаете что вот я помню у меня выступал паренек один который получал политическое убежище но он как-то так за недостатком информации нашел какой-то кейс вот как раз по лгбт какой-то был веб-сайт и он его внимательно изучил и на себя переложил у него была другая ситуация какая-то и очень успешно все у него получилось он правда был с юридическим образованием но вы имеете ввиду рома борисова да на самом деле он вообще молодец параллельная деятельность идет да он свой сайт создал и вообще вообще молодец да история которую он говорил это сайт immigration equality и мы про него очень много как раз таки пишем у нас на сайте это актуально только для лгбт в плане самоорганизация не коммерческая они помогают только лгбт но тот моно который они сделали для иммиграционных адвокатов именно не не для обычных пользователей он выложен у них на сайте и используя его абсолютно любой человек может очень грамотно создать кейс что у себя на блоге мы сделали мы перевели очень большое количество их статей на русский язык для тех кому на английском тяжело и таким образом создали базу вот именно для на основе которой можно уже что-то начинать самому делать там находясь еще в россии но у вас не видеоблог не на ютюбе нет 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 мы естественно все пишем на ютюбе у меня только опять же голосовые сообщения их немного исключительно для тех людей которые любят что-то смотреть там мало информации и да лучше читать на мой взгляд хорошо вот как давно вы этот блог ведете мы ведем его с тринадцатого года когда мы сами подались на политическое убежище и прошли интервью вот с того момента мы начали вести потому что очень много людей начинало через знакомых знакомых на нас выходить и чтобы не представлять 500 раз ответы на одни и те же вопросы мы выложили это все в виде нескольких статей а потом уже когда количество людей стало все больше вопросов все больше развелось какой-то такой попытку создать именно руководство на русском языке ну на самом деле я знаю много людей которые создавали блоги форумы или что такое разросшиеся основательно просто потому что вот надо было для друзей или там было палубо пара вопросов или там скажем было десять вопросов но из них два повторялись там восемь раз поэтому они это сделали а потом пошло пошло и так она а у вас есть там подписчики какие-нибудь у нас немного подписчиков но судя по просмотрам то есть в среднем 100 просмотров в день я не знаю много я тоже не знаю это где-нибудь на на каком сайте это на базе гугловской платформы блок спот там просто блок который больше похож на сайт понял то есть у вас 100 в день три тысячи в месяц то есть вы вполне квалифицируетесь на средства массовой информации с точки зрения ответственности там по российским законам серьезно хотя нет я неправильно там помню три тысячи в день надо три тысячи в день три тысячи в день до один-то вам еще рано вы еще вас еще не могут привлечь так а у вас есть уже какие-то успешные люди которые через вас прошли да 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 вот как раз когда первые две девчонки они приехали получили политубежище а мы еще сидели ждали ответ настолько в шоке что это работает что как раз таки это мотивировало продолжать деятельность сейчас уже людей больше гораздо но вы как-то поддерживаете отношения то есть у вас как и складывать какая-то что называется комьюнити комьюнити нет нет но я очень надеюсь что это сложится потому что здесь в агайо пока что мы не нашли ни одной русской пары я думаю они существуют агайо разве там свет клином сошелся на агайо да и то есть когда мы переедем у нас будет больше шансов найти каких-то людей близких по интересам куда вы собираетесь переехать мы собираемся ехать на восток потому что там есть родственники и хочется быть ближе к родне но это все еще не решено потому что я буду искать работу где найду туда поедем подождите а вот сейчас вы чем занимаетесь сейчас я на программе пиэйджи по химии ну то есть вы хотите сделать пиэйджи да конечно завершить хорошо так вы сделаете свое пиэйджи а вы пока как бы стипендию что-ли получаете вот ну вы же знаете да в америке стипендия она оплачивает обучение да это подработка которая то есть у меня где-то там полторы тысячи в месяц то есть вы не жируете но допустим но и не голодаете уже не голодаем хорошо то есть когда вы сделаете пиэйджи вы бы хотели что делать о это хороший вопрос ну хочется вот что если можешь делать все что хочешь вот чтобы вы делали я думаю что этот вопрос не для этого видео слишком слишком для меня такой пришивой меня вопрос жизни надо сказать поэтому так взять и ответить тяжело но я думаю что очевидно это пойти в индустрии это попасть либо какой-то стартап либо что-то такое либо завод это самое очевидно и не боитесь заводов я ничего не боюсь ну в общем вы имеете в крайнем случае в тестер и мы вас всегда забросим вот не страшно то есть вы знаете что у вас есть сзади там подпорка сейчас параллельно учу html чтобы просто сделать какой-нибудь сайтик ну и параллельно я думаю что можно что нибудь еще тенденция вот у нас в школе во всяком случае я наблюдаю глядя на вас у тебя ребят не видит а я-то вижу что девушка симпатичная я хочу сказать сейчас пошли такие пиэйджи это что-то вот такие лет тридцать блондинки голубоглазые умнючие да у нас тоже умнючие вагон правда сейчас уже таких синих чулков то и не найти или да так и есть так и есть у нас реально на курсе очень такие все симпатичные подтянутые в тренажерку каждый день так что видите как бывает вот а вот тебе пиэйджи казалось бы обманчивая внешность понимаешь вот она еще и соображает ну что же хорошо так а как как вы вдвоем проникли в соединенные штаты вы как-то вы же ехали как-то типа в гости там или как нет нет мы когда приняли закон против пропаганды мы поняли что давно было это было в одиннадцатом году объясните мне такую вещь чем закон против пропаганды ущемляет там человека которые вот там скажем той или иной ориентации но он же не занимается пропагандой в чем его то это как трогает тем что границы пропаганды не были четко описаны и уже есть случаи когда родителям детей в ЛГБТ семье вменяют то что они пропагандируют свой образ жизни своим детям и действительно приходили органы опеки то есть чтобы избежать этой ситуации мы решили что надо срочно то есть понятно было что формулировка чрезмерно широкая и что она как бы легко перевертывается в инструмент преследования да 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 ну и в целом если до этого была группа тату и какая-то такая надежда на светлое будущее мы делали ставки как легализуют браки и тут мы понимаем что нет а вот еще одну вещь мне объяснить пожалуйста тогда вот с той стороны вот я давно наблюдаю в Соединенных Штатах вот динамику вот этих всех дискуссий в обществе и так далее я вот помню когда Клинтон стал президентом а это был выборы были в 92 году в ноябре а заступил он в начале 93 в январе и вот Клинтон значит обещал в армии легализовать вот все эти дела потому что тогда был такой закон что если человек говорит что он вот там допустим я не знаю там гей то его из армии отчисляли и он сказал что вот мы легализуем это было у него на повестке дня это было самое первое чем он вообще занялся еще избраться не успел уже вот пошел легализации заниматься но его обломали немножко потому что приняли такой половинчатый закон сказав что ты не говори а мы тебя спрашивать не будем но если ты говоришь при том что тебя не спрашивают тогда все равно отчислю в общем как то так и вот это были дискуссии все по телевизору все обсуждали как так а вот это и значит что я хочу сказать в чем я чего не понимаю в принципиальном плане почему важно чтобы союз там двух людей назывался именно браком а не например как раньше это называлось там domestic partnership да или там совместное ведение хозяйства или как то вот почему в это упирается что-то то есть людям не все равно как их назовут на эту тему ведутся дискуссии не только в гетеросообществе само ЛГБТ сообщество расколото на два лагеря считает часть из них действительно считает что хорошее дело браком не назовут и дайте нам другое название но те же права но права то давно же дали мне кажется нет с точки зрения права смотря где если мы говорим про Россию то конечно нет но в США например если мы говорим в США то нет это неправда не дали но начиная с тринадцатого года только и то опять же все упирается в детей это вы говорите про права в смысле семья там брак но с точки зрения материальных вот раньше же была проблема что они не могли допустим иметь дом то есть он кому-то доставался там неправильному то они не могли наследование это давно решенный был вопрос вот например возможность усыновить ребенка жены она появилась и юридически сейчас узакамливается только сейчас в некоторых штатах только в этом году и конечно это довольно принципиальный вопрос если говорить про какое-то такое не юридическое мнение то конечно представьте что вы там маленький мальчик маленькая девочка вы читаете сказки и более-менее с детства понимаете что вот она свадьба это что-то такое прекрасное у вас просто есть в голове этот стереотип это мечта и вам просто хочется вот этот ритуал ощутить и вы не очень понимаете почему из-за того что что я влюбился в человека таким полом вы не имеете права на эту мечту вот для меня наверное такой аргумент но это вы про детское говорите все-таки когда мы говорим про взрослых борются за права-то взрослые конечно конечно но в том плане почему люди хотят почему нам хотелось пожениться хотя к тому моменту мне казалось что это будет чисто юридическое ну это например можно так было бы сказать вот есть люди которые их много и как бы существенное большинство которые браком называют вот некоторую определенную вещь вот вот где обязательно они разнополые там поэтому мы как бы хотим чтобы у нас были все права но с другой стороны мы не хотим их грузить чем-то да вот ну пусть они все живут спокойно чего их грузить потому что они вот возмущаются ходят а некоторые верующие может быть это пусть каждый сам сам по себе живет и другого так чтобы не влиять как бы не в негативно с вами а могли бы так тоже рассуждать в принципе то есть но я просто вижу в этом немножко знаете чего я вижу в этом больше эмоционального чем вот практик прикладного практического то есть она как бы не на уровне вот есть человек не должны быть права а на уровне того что кричат что-то такое свистят там бойкоты бизнесом объявляют то есть как-то борьба выходит на такой эмоциональный уровень где не должны политические права не на этом уровне решаются я не знаю я так думаю ну вы просто не ходили в этих ботинках ну нет я в других ходил у меня были свои вот столкнувшись с дискриминацией хотя бы в каком-то виде это уже уже лучше понимаешь то есть я например заметила что все черные вот студенты которые есть у меня в группе они всегда и в соседних группах которые вот когда я тишу они всегда как-то меня вычисляют сразу идут ко мне то есть они чувствуют что я знаю что такое дискриминация я знаю что такое когда ты не такой как все у нас мало черных и они каким-то вот третьим чувством сразу это всегда а я вот не вижу чтобы черных например сейчас дискриминировали то есть вот в калифорнии так точно здесь же и рабство никогда не было здесь никогда есть никто их тут трогал я тоже не вижу но я знаю как это как себя чувствует человек когда ты например один черный в группе из белых я знаю как ты себя чувствуешь и это немного другое чувство они уже не в том состоянии чтобы идти куда-то кричать там митинговать к дискриминации но они все равно по-прежнему оказываясь в обществе только белых чувствовать себя иначе я читал какое-то исследование это давно было это не не из последнего было давно что если группа белых студентов и там один черный да то это абсолютно однородная группа этот черный среди белых абсолютно бесконфликтно если там становится черных я боюсь соврать то ли три то ли больше трех то они образуют отдельную группу и как бы вот группа студентов разбивается на две то есть они как бы становятся особняком и вот так получается если один в большой группе то никаких проблем нет Возвучий вот такой был Через меня уже прошло где-то не посчитать больше десяти групп и в каждом было разное количество черных и один раз они только образовали группу и это было странно для меня до сих пор не знаю почему до этого совершенно хорошо так давайте мы вернемся к вашему блогу я потому что позиционирую наш канал как полезный и с одной стороны мы там все любопытные у нас там масса всяких вопросов возникает но в общем то я как бы стараюсь чтобы польза была тоже или как скажем так в основном польза все остальное там сверху на пользу значит придя на ваш блог человек который думает об о политическом убежище он что найдет я прошу очень много аспектов вы сами знаете сколько вопросов задают и я на самом деле считаю что самая большая проблема с политическим убежищем это не то что не хватает информации хотя и не хватает безусловно а то что люди сами себя начинают квалифицировать вот сколько я с ними разговариваю они говорят ну я что меня никто не убивает там и куда же я пойду вот у вас например есть вот скажем на таком простом уровне информация на простом уровне немного я думаю основное это очень подробный рассказ про наш опыт интервью с миграционным офицером то есть мы рассказываем полностью вот мы вошли в здание что мы увидели мы поднялись на тридцатый этаж что было дальше что говорили с небольшими такими отклонениями мы практически все рассказали и я думаю что это может быть действительно полезно по поводу того человек когда думает есть у него основания или нет оснований мне просто часто звонят в личку и спрашивают и там я уже отвечаю на эти вопросы это проще то есть возможно на блоге найти и в личку там написать да я в скайпе по субботу у меня телефонный вызов я созваниваю с вами давайте я вот к вам такой вопрос может быть немножко в лоб мы знаем что ну не секрет что в иммиграционных делах очень много всякого такого ну как назвать не хочет быть мошенничество но вообще мошенничество вот и и со стороны адвокатов и со стороны граждан и так далее значит насколько вот идут все время дискуссии что если ты не верующий например то ты не сможешь реально закосить там под баптиста или пятидесятника потому что там такие вопросы задают что ты ты просто расколешься а эти офицеры они уже знают тонкости знают как колоть значит вот с точки зрения насколько это правда я не знаю я знаю людей которые косили под верующих у них все получалось я знаю людей которые косили под лгбт и у них тоже получалось да ну вот я ну я в школе разные люди проходят да но я все таки вас давайте спрошу вот закосить под вот это сложно ну на мой взгляд очень сложно так потому что я могу повторить то что вот у нас написано когда у нас было интервью офицер ну казалось что он просто сканирует рентгеном тебя то есть представить что соврать о таком об ориентации это очень трудно то есть я могу представить что человек настолько поверил уже в свою историю что говорить правду вот это я могу себе представить но только поверив что вы геи сможете но вот вы упомянули и я слышал неоднократно раньше что вот лгбт они друг друга видят да вот я например глядя на вас мне в голову не пришло абсолютно у меня глаз нетренированный там я там может там еврея татарина отличу легко просто привыкли уже к американской внешности они здесь девчонки все выглядят очень так ну не знаю у меня был разговор с двумя девочками питерскими вот тоже по этой части и ну я бы не сказал ну девочки и девочки что одна что другая ну откуда я знаю и они тоже говорят что там вот они ездили в Санта Круз и там к ним подходили они там подходили я говорю а как ну что ты видишь и так на меня значит мол человек не понимает то есть если даже на таком уровне это видно я даже больше скажу иногда видно когда человек еще сам про себя не знает вот даже такое у меня было а человек потом понял что опаньки до этого это действительно очень видно то есть вот когда мы проходили интервью в офисе immigration quality то это на таком уровне то есть мы вошли мы увидели что они во первых все все принадлежат там к ЛГБТ это мы сразу увидели кто кто они то все люди в офисе а то есть не сотрудники все сотрудники в офисе immigration quality они все прикольные как то все кого мы видели скажем так это вот чей веб сайт там Борисов использовал да 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 вот они сразу тоже про нас все это считали мы расслабились потому что мы поняли что нам ничего не нужно больше доказывать и дальше уже спокойно с ними общались вот то есть они вас инструктировали да фактически у нас было 4 интервью первый раз мы собеседовались по телефону с immigration quality на тот момент я как бы очень растерялась и сказала что давайте мы лучше к вам приедем они нам дали эту вторую попытку мы приехали и уже спокойно с ними собеседовались причем каждая из нас была в отдельной комнате с отдельным адвокатом и потом адвокаты общались друг с другом и все это бесплатно да 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 обычно они дают ответ берутся они за кейс или нет через месяц или больше нам они сказали сразу что возьмутся потом они долго искали нам адвоката в нашем штате что было трудно и нашли и это было третье интервью с нашим адвокатом слушайте вы на самом деле должны были проходить интервью в таком штате где вообще мало мало кейсов по по исайлему да то есть это это не то что там скажем в Сан-Франциско где вы были как родные там или даже в Нью-Йорке но мы проходили в Чикаго в Чикаго попроще и соответственно четвертый раз это наши адвокаты которые не были миграционными адвокатами которые взяли наше дело про боны и соответственно как бы у них был небольшой экспириенс я ребятам поясню что про бона это бесплатно как бы общественное в общественном интересе общественная нагрузка такая и соответственно они пригласили уже опытного иммиграционного адвоката он ради нас приехал и вот он нам задал такое интервью которого даже уже на официальном интервью мы не получили то есть вот он нас уже гонял вопросом довольно жестко гонял и слово и поэтому когда мы пришли уже постойте он вас тренировал или гонял чтобы посмотреть где у вас слабина есть он фактически один раз провел с нами интервью как будто бы мы пришли к нему в офис вот это было так ну то есть вам это было на пользу когда вы пошли уже к офицеру да и это была самая мощная подготовка потому что вот он действительно смог задать он задал все вопросы которые мы получили на официальном интервью и он задал дополнительные вопросы ну все эти вопросы у меня опять же выложили но вы вышли то есть вы получили статус прямо на интервью с иммиграционным офицером вы до сюда не добрались а так да но мы ждали ответ больше года не интервью ждали а ответ ждали? да интервью у нас было через месяц после отправки кейса так подождите а что же вы ждали год то я не понял я не знаю нет но это абсолютно аномалия какая-то нет это не аномалия это действительно редко в последнее время но это абсолютно не аномалия причем нам этот вот офицер он сказал что ждите скоро все хорошо да две недели обычно сколько там надо ждать то да представляете какого было ждать год а может они потеряли там ваш кет где-нибудь за шкаф завалился в компьютере у нас было много версии мы им ссылали письма на что они отвечали что пендинг то есть в процессе потом они поняли что все равно не найдут и просто дали вам там у нас есть версии почему это так могло именно с нами произойти но вы видели еще кого-то у кого такие задержки были с ответами только на форумах да мы видели мы видели даже больше да то есть это только с ЛГБТ такое бывает или нет 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 с ЛГБТ у нас нет таких знакомых ну как интересно то ну хорошо то про что мало у вас на видео про политическое убежище это во первых то что действительно можно поддаться самому и без адвоката и в этом смысле для начала наш блок вполне хорош чтобы начать исследовать информацию и понять смогу не смогу я знаете что вам скажу на это значит при всем при том что чисто в техническом плане можно самому податься мы знаем людей которые сами подались и у них все получилось и так далее при всем при этом если меня спросить как бы я оценил вот я бы сказал так что допустим из 100 человек которые хотели бы пойти этим путем но может быть три в состоянии пройти сами 20 не в состоянии пройти ни сами ни с чьей помощью им помочь нельзя вот и дальше остается там 80 минус 3 значит которым да нужен адвокат потому что если вот эти вот 77 захотят пойти сами они наворотят такого что им потом адвокат уже не поможет или скажем так не сильно поможет я привожу себя в блоге официальные данные о давайте официальные а ты я же не знаю сейчас секунду давай тут у вас лицо осветилось это свет экрана я думал это сверху на вас так а это да да это сверху макриционное законодательство США весьма сложное и довольно часто меняется всего по стране 11% подающих на убежище имеют адвоката то есть это действительно редкий случай не имеют это одно а какая у них статистика по статистике 88% таких заявлений отклоняется миграционными судами уже даже судами не офицерам даже судами да то есть конечно это такая это узкий момент просто среди моих знакомых есть люди которые заплатили деньги адвокату а потом сами подались это настолько нелепо а зачем а зачем потому что они заплатили деньги адвокату адвокат сказал да 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 я тебе все сделаю после получения денег сказал знаешь у тебя осталось два дня до подачи а у меня нет времени этим заниматься ну я скажу так что все таки не всякий тот адвокат у кого лицензия есть понимаете все таки нельзя же так вот ходить ты же не ходишь к врачу потому что написана табличка доктора Иванов я знаю адвокатов я знаю адвокатов у которых я тоже знаю очень хорошо у которых выход на интервью с офицером за 80 процентов за 80 процентов с офицером это там до суда не доходит поэтому надо ходить к тем кто проверен и известен ну как же так честно говоря только познакомившись с хорошим адвокатом более менее лично я поменяла свое мнение потому что до этого мне казалось что все русскоязычные адвокаты это одни сплошные жулики вот теперь я согласна что существует а вы их в Нью-Йорке что ли? где вы их находили? да ааа ну потому что я, мои знакомые это было просто это было какое-то такое это был какой-то кошмар мы поэтому стали вести блог потому что люди попадали на деньги но непрерывно это часто бывает я согласен и вы представляете ты приезжаешь у вас там у тебя в кармане пять тысяч долларов и ты их отдал и все и ты их отдал в никуда и ничего никому не доказать и ты боишься даже куда-то идти потому что ты еще никто здесь это такая тяжелая ситуация что как бы я очень трогаю тебя хорошо итак возвращаясь к вашему блогу значит люди найдут те люди которые считают что они могли бы успешно сами это все сделать они найдут информацию о том как сделать самому да хорошо то есть эта информация она существует потому что когда мы искали это было очень тяжело тут еще знаете что 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 меня еще знаете волнует вот например с кем-то я разговаривал не так давно и он говорит что вот есть человек который подавался там из Киева подавался там аж два года назад ну это было в мае значит наверное сейчас его уже вызвали сейчас где-то идут кейсы там августовские но вот где-то он там подавался и он подавался как преследуемый за связи так сказать или там за активную деятельность в отношении там Юлии Тимошенко ну ну два года назад в мае два с половиной года назад это может быть и было актуально да понимаете мало того он действительно как-то с ней там был знаком действительно где-то там участвовал там или а сейчас то ему как вот на интервью идти понимаете поэтому получается такая штука что все таки я думаю что если адвокат и если он грамотный да он не поставит человека вот в такую штуку которая может перемениться в одну сторону или в другую мне так кажется я думаю что ну как бы ценность специалиста в том что он тебя так не подставит но дело в том что когда вы приходите на интервью вы можете до начала интервью дополнить свой кейс и фактически даже заменить части кейса на другие если они полностью не противоречат друг другу так что в принципе теперь бывшие значит бывшие подельщики Тимошенко значит хотя обещают ее замуровать там куда-нибудь в асфальт закатать да за что-то я не знаю ну в общем сложно я просто чему говорю что есть такие более понятные менее понятные то есть есть понятие квалификация то есть хорошо можно проскочить второй момент который я очень хотела сказать что на официальном сайте висит список адвокатов по всем штатам которые готовы браться за дела бесплатно я понимаю что это трудно к ним попасть убедить их чтобы они за вас взялись но для людей которые действительно бегут из страны и страшно боятся у которых есть очень мощный кейс это отличный вариант и мне кажется они должны об этом знать тут понимаете вы мне немножко напоминаете вот был такой анекдот как там человек уходит в бой и пишет заявление что если меня убьют то прошу считать меня коммунистом а если нет то нет понимаете поэтому есть люди которые как бы они бегут из страны но как бы если так так бегут а если нет то не бегут понимаете я думаю что помню что меня услышали вот конечно конечно мне иногда пишут люди которые описывают такие ситуации которые не выдумываешь ни в каком вообще страшном воображении и и когда созваниваешься на них смотришь то есть это на самом деле это именно по лгбт нет всякие я просто иногда я просто получаю иногда иногда получаю такие письма что вообще жить не хочется после как почитаешь но настолько там нет ничего связанного с политическим убежищем иммигра вообще иммиграции наверное миграция была бы решением там просто потому что страна более развитая более богатая там или еще что то но вот ну то есть вот так плохо человеку да а при этом он совершенно не никаким боком не относится к иммиграции и там к политическому убежищу то есть наверное его можно как-то закосить наверное если специалист с ним поговорит он как-то ему вот но но сам он все равно не сможет в основном это люди которые сами не могут но вот такие на меня не выходят те кто в состоянии читать а у меня написанный текст уже уже проходит какой-то такой отбор видите друзья нас с вами которые смотрят нас с вами подкололи значит нас еще многие слушают нас еще многие слушают потому что я например тоже как бы очень люблю слушать я на работе например что-нибудь делаю эти графики безумные и параллельно включая ваш блог что из пробирок что-нибудь сливаете из одной пробирки потом из другой но вы химик или химик с пробирками я редко имя дело но у меня на самом деле очень интересная тема но отдельно ну хорошо ладно то есть вы разрушаете образ химика у меня в сознании но это не страшно ну у меня вообще по физике закончен так что а то есть вы физик понимаю хорошо я абсолютно физик хорошо а вы какой физик теоретический ну какая-то специальная специализация была у вас теоретическая статистическая физика то есть хорошо так философская вещь очень-очень философская вещь требует ну хорошо значит итак я понял значит как как самому мы к блогу возвращаемся теперь а есть какая-нибудь у вас там комьюнити ну допустим люди как на форумах бывает люди беседуют там они обмениваются мнениями историями там заводят какие-то контакты я не знаю там дай мне адрес там почтовый там чтобы получить там что-нибудь есть группу в контакте где это все могло бы реализоваться но пока что ничего такого не происходит и мне если честно очень трудно представить открытое такое сообщество в которое может попасть любой человек и чтобы там люди начали что-то писать закрытое сообщество довольно трудно делать технически ну да на самом деле конечно я понимаю что там в одном месте там одну фразу написал там 50 человек пришли и тебя обругали это это да тяжело конечно ой господи ну что ж слушайте я на самом деле хочу сказать что вот поправьте если я что-то неправильно понял но относительно недавно вот когда не в связи с тем что вот сейчас легитимизировали браки а еще до того то значит можно было привозить то есть можно было это использовать в эмиграции то есть брак да 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 с тринадцатого года можно было тринадцатого да с июня по-моему тринадцатого года да можно было уже официально получить визу невесты и приехать к своей невесте но люди пользуются не знаю иностранцы на наших там мальчиков девочек я думаю что это должно быть очень развито среди мальчиков есть у меня такое ощущение но я про это мало что знаю окей то есть мы не видим пока смешанных пар таких хотя у вас там вообще народу мало плотность населения низкая ну то есть обсуждение со знакомыми геями темы они говорят что да таких пар много но я говорю что вот я лично не знаю то есть они есть да они конечно есть ну что же у нас тут сан-франциско рядом такое место известно и я вот сколько себя тут помню в американской жизни я все время видел вот такие пары я не знаю как там ребята легализовались это отдельная история это не было через брак но во всяком случае они приезжали тут же кого-то там находили вот этот район улицы Кастро и там вот все это такое знаменитое место и там вполне эффективно как-то себя находили да ну что же ну что же мне жалко что ребят на вас посмотреть не могут вот такая те кто хотят посмотреть позвонят в личку да такая симпатюля но мы все-таки стыдно убегали и не очень хотим наших лиц связывать с этим ну да да нет нет все понятно я на самом деле так много вижу всякого негатива что я понимаю что вам не хочется светить родственников да значит ну что же тогда мы закончим может быть просто приглашением еще раз пойти почитать блог тем кому нужна информация вот о гадости вам пишут туда на самом деле гадости не так много и я настолько быстро их удаляю что я даже не всегда успеваю их прочитать да примерно так же и у меня ну хорошо то есть если кто-то хочет гадость напишать не стесняйтесь но просто имейте ввиду что тут же это все удалится вот а тем кому польза нужна какая-нибудь вот приходите напишите что-нибудь хорошее доброе это может еще расскажите кому что есть такой вот и мне который можно сказать через лишение через страдания без картинки вам показывает значит нашу героиню вы мне уже поставьте лайк сюда вот чтобы так дизлайков нам и так поставить а я вообще боюсь представить сколько от вас отпишется людей после нашего видео ну я не знаю я как я не ожидала что вы рискнете ну я вас умоляю мы люди американские нам совершенно по фене вот если у кого-то фобии свои вы поймите мы все с какими-то проблемами знаете из детства и оттуда и отсюда вряд ли есть люди свободные от каких-то таких но но это наши проблемы нам с ними бороться пакет я не могу бороться с проблемами других людей и я не зарабатываю на трафике я не зарабатываю на подписке я ни на чем такому не зарабатываешь не то что я что такое потерял в принципиальном плане мне конечно приятно когда люди подписываются никогда не отписывается но дело то что у меня у меня еще там 200 вместе так отписывают ну конечно но ну отписывается примерно процентов от 40 до 60 подписавшихся за месяц скажем за месяц пришло там скажем 3000 значит день от 1200 там да я не знаю там 1600 700 800 может отписаться это зависит от того почему они подписались если например вдруг где-то было видео про прохождение интервью и она куда-то попала там бурно обсуждалось там подписалось 1000 человек потом они включают компьютер тут бах про иммиграцию тут бах там еще чуть боже какой кошмар и сразу отписываются чтобы не дай бог на них куда надо сигнал не пошел все же понимаешь сигнал может пойти в любую секунду вот и там они что настолько сильно это не работает искренне я шучу ну что я давали искренне возмущены вот как же как как это вот и все так вот так что поскольку меня очень такой разноплановый канал там и об одном и курс машинописи там и протестирование в целом про америку такой позитивный взгляд мне очень но совпадает с тем что вы видите вот за пару лет последние а как сказать в плане позитива да да шагай она более такое спокойно и уютно и у нас же тут как бы сказать чем сравнить ты даже не знаю такой бродвей может сказать тут все кипит бурлит знаете вот смотришь так и вроде на глаз село ритм жизни большого города природа у вас потрясающе конечно тоже ну конечно это июль тропики в общем я вот вчера к офису подъехал и там две птички калибри были тоже смешанный климат но у нас меньше сосен даже есть прям сосновый мне кажется как в россии смешанный лес но больше разнообразия деревьев что-то такое похожее на заповедник в ялте наверное друзья присмотритесь к штату агайо серьезно присмотритесь если бы не налоги которые здесь такие немножко ну-ка какие я когда смотрела по уровню налогов наш штат далеко вообще вот не на первом месте а сейлс такс у вас какой вот в магазине 675 а ну так у нас больше да я знаю нет ну что мы с калифорнией будем сравнивать нет ну хорошо но химиком нормально там у вас климат если бы не зима да отлично химиков не обижают хорошо ладно давайте мы я хочу сказать помашем ручка но вас не видно будет но мне помашите друзья мы машем вам виртуальными ручками и прощаемся с вами пишите вопросы если есть вопросы вы тогда уже посмотрите только посмотрите кто там его пишет и чтобы они могли вам написать в личку ребята да чтоб они увидели ваши координаты и мы и мне пока вот не убежали никуда вы мне напишите ссылочку на ваш блог хорошо ладно вашей личной жизни передавайте привет конечно вот пусть она тоже нас смотрит ну села смотрит ладно но счастливо